Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Популярная психология. Детские привычки во взрослой жизни. Каждый человек в душе немного ребенок. Кто-то легко расстается с детством, кто-то остается инфантильным до конца своих дней. Детские привычки, будь то вредные или очень даже полезные, так или иначе, остаются в голове, невольно или осознанно. Кто-то, к своему стыду, до сих пор ковыряется в носу или грызет ногти, кто-то умиляется, увидев радугу или птичку на небе. Пожалуй, стоит обратить внимание на те детские привычки, которые могут принести пользу в дальнейшей жизни. Песочница для начала вспоминается самая простая игра детства – песочница. Дети с удовольствием лепят, куличики, строят замки из песка. Это не только развлекательное, но весьма полезное развлечение, развивающее мышление и мелкую моторику. Казалось бы, причем тут взрослые. А все очень просто, аналогом такой игры является садоводство. У многих людей есть дачи, участки, и там игра переключается на новый лад, они также занимаются землей и растениями, умиротворяясь, успокаиваясь от городской суеты, а в качестве награды получают вкусный и полезный урожай. Копилка весьма полезной детской игрушкой является свинья-копилка. Дети складывают в нее монетки, а через какое-то время, разбивая ее, с удовольствием пересчитывают свои сбережения и рассуждают, на что бы их потратить, много вкусного мороженого, или игрушку своей мечты. Во взрослой жизни остается все то же самое, только свинка превращается в банковские накопления и сбережения, а игрушка с мороженым – в поездку на море, машину, квартиру. Такая игра учит детей быть бережливыми, не растрачивать деньги направо и налево. Купи, говоря о детстве, можно вспомнить походы по магазинам с родителями. Ребенок видит понравившуюся игрушку и частенько просит «купи, купи», и, если он предварительно вел себя хорошо, получает желанное от мамы или папы. Любовь к шоппингу и спустя многие годы остается у человека, и с такой же радостью он получает то, о чем так давно мечтал, только теперь подарки он дарит себе сам. Тихий час, перечисляя наиболее узнаваемые детские привычки, нельзя не вспомнить о «тихом часе», который всегда устраивают в детском саду. Малышам, как правило, это не по душе, но уже потом, повзрослев, многие взрослые с удовольствием бы вздремнули днем. По словам ученых, дневной сон действительно полезен, ведь он дает отдохнуть и «разгрузить» мозг от множества информации. В Испании, Италии и Греции есть даже понят. Продолжение читайте на сайте jash.club